Добрый день, господа! Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Стас, привет! Привет, Юля, всех приветствую! Не забывайте, господа, на нас подписываться, не забывайте делиться ссылкой на этот эфир, а не забывайте... Ой, что это у нас? А, все нормально. Не забывайте делиться ссылкой на этот эфир и ставить лайки, а что касается канала самого Стаса, то он его, как всегда, отрекламирует сам. Да, у нас на канале Белковский только что премьера очередного оппозиционного эпизода с давнейшего времени Белковского, который называется «Поколение БМП». Он выпущен как раз к 48-му дню рождения Алексея Анатольевича Навального, ключевого российского оппозиционера, погибшего в лагере. Поэтому призываю посмотреть и прошу любить и жаловать, и подписываться на канал Белковский. А я со своего счета тоже похвастаюсь, потому что вот у этих, господа, кресла, в котором галстук сидит. Стас, видишь? Да. А кто же его не видит? Так вот, вчера в этом кресле сидел сам Евгений Чичваркин на месте кота. И мы записали с ним потрясающий диалог. Мы его сейчас монтируем, мы его выкладываем. А мы просто вот как дуть, как взрослый делаем хороший фильм, пытаемся. А еще мы записали, я должна сразу похвастаться, тоже потрясающий диалог, который мы монтируем с Виктором Вахштайном. Как раз, я бы сказала, такая об антропологии лев и об антропологии нынешнего антисемитизма. И себя не похвалишь, никто не похвалит. Я думаю, что мы Ваш Тайна доделаем к воскресенью. А я надеюсь, что мы Евгения Чичваркина выставим завтра. И я просто действительно хочу прорекламировать не саму себя ни в коем случае, а двух своих собеседников. Особенно, ну представьте себе, насколько вот именно в этом кресле, которое мы, конечно, расположили по-другому. К дростным делам. Главное, главное, чтобы кот не обиделся на Чичваркина. А то, если кот обижен, то могут быть всякие последствия, как мы знаем, из мастера Маргариты. Вот страшно обиделся и ушел, но он все-таки не черный, и зовут его не бегемот, а галстук. Извини, переходя к делам печальным. Сегодня день рождения Навального. День бессмертия уже. Ну, безусловно, да. Мы помним любимый Скорби. Вот, собственно, это поколение БМП сделал, чтобы обсудить проблематику оппозиционного дела немножечко после гибели Алексея Анатольевича Навального. Куда оно, собственно, идет, как по линии его наследников, так и вообще. А ничего более подробного ты не скажешь? Ну, все уже сказано. В общем, что сказать, понятно, что Алексей Анатольевич Навальный был практически единственным оппозиционером в постсоветской России, который действительно собирался бороться за власть Владимир Владимировича Путина. Это выделяло его из общего ряда. Поэтому их при этом на протяжении ряда лет он воспринимался с Кремлем как, в общем, вполне приемлемая величина. Как санитар леса, который, с одной стороны, своими коррупционными расследованиями напоминал всем, что все под боем, на всех есть компромат. Как человек, который участвовал в вполне системных политических проектах типа выборов мэра Москвы 2013 года. Но потом этот период такого восприятия Навального и взаимодействия его взаимного с Кремлем закончился. Он, безусловно, воспринимал себя как антитезис Путину и альтернативный полюс российской политики. С этого момента их конфликт не на жизнь, а на смерть был уже неизбежен. Поскольку Путин, конечно, не оставляет раненых на поле боя. Он всегда доводит все свои проекты в этом смысле до конца. Будь то дело Юкоса или война с Украиной, которая продолжается уже н лет, точнее, более десяти лет, и которая стоит в этом же ряду. Путин этого просто так не оставит, какие бы ни были варианты перемирия и приостановления боевых действий или снижения их интенсивности в те или иные моменты исторического времени. И для меня лично важно, что к концу своей посеусторонней жизни Алексей Анатольевич Навальный позиционировал себя как христианина, признавшись в том, что сначала он был воинствующим атеистом, и во многом ушел как христианский мученик, что было оценено многими. Хорошо, тогда к нашим печальным баранам. На этой неделе, пока мы с тобой не встречались, произошло очень многое. Прежде всего, разрешение Украине бить по 30-километровой зоне. И вот даже странно, я сейчас нахожусь в таких расстроенных, но не расстроенных, а удивленных чувствах, потому что, по моим сведениям, Украина нанесла там абсолютно несколько сокрушающих ударов уже. И буквально вот сразу после того, как разрешение было получено, еще до того, как, соответственно, Путин об этом узнал, там начали выносить систему ПВО, которая прикрывала Белгород и прикрывала самые главные районы сосредоточения войск за Белгородом. И там еще было несколько ударов по колоннам. Тем не менее, я не вижу об этом каких-то таких вот ликующих реляций ни в украинской прессе, ни в трагических стенаниях в российской, что меня немножко удивляет. Так что подождем. Но вот по моим сведениям, это действительно произошло. Это был очень мощный удар. И, соответственно, у меня есть к тебе вопрос, почему было дано это разрешение. Потому что, ну, даже я забегая вперед, скажу, что я говорила в коде доступа, то, что я пишу свои вчерашние статьи в новой газете Европы, что, по моим сведениям, это разрешение было дано в числе прочего после того, как Путин сорвал переговоры, вернее, сорвал очередной раунд переговоров, которые ведутся, сказав, что он не будет с Зеленским ничего подписывать, но это вот типичные недобросовестные условия. Насколько мне известно, были еще удары, во-первых, по аэродрому Бильбек в Симферополе и удары по Крымскому мосту, которые на 73% были перехвачены российской системой ПВО, но то, что 27% старых 30-летней давности американских ракет Атаканс перехвачены не были, было воспринято как большой успех. А то, что этот успех активно не обсасывается, не обмусоливается в медиа, это вот шаг вперед, мне кажется, к превращению украинских спецслужб из пиар-агентств, которые мы не были до сих пор, во что-то более соответствующее их уставным функциям и задачам, тем более, что, в общем-то, 90% разведывательной информации, а Цейлер, в том числе, на территории, которую РФ считает своей, Украина получает от западных партнеров. В этом смысле 30-километровая зона достаточно условно. Ясно, что остановить дальнейшее продвижение РФ войск при Курайне без такого разрешения было бы невозможно. Относительно того, сорвал ли Путин очередной раунд переговоров, у меня есть большие сомнения, потому что я не вижу никаких последовательных переговоров в полном смысле этого слова. Когда переговоры существуют, и кто-то переходит от раунда к раунду, это понятно. Мы видим пока только некие консультации, которые никак не остаются в пространстве времени, а то, что Путин не хочет ни о чем договариваться с Зеленским, считает его нелегитимным президентом, как минимум до тех пор, пока Конституционный суд Украины не решил обратное, а офис президента Украины устами заместительки, руководителя главной юристки офиса Ирины Мудрой только что заявил, что они не будут обращаться в Конституционный суд, не видят в этом необходимости. Это уже понятно, потому что Путин рассчитывает, что он сможет добиться отставки Зеленского, его ухода от власти как отдельного самостоятельного позитивного результата спецоперации ЗАД, хотя и не окончательного, но безусловно важного, в смысле деморализации Украины, важной психологической победы. И с точки зрения Путина, близится исторический момент, когда его интересы здесь совпадут с интересами Вашингтона, у которого отношения с Зеленским серьезно напряглись в последнее время. Как бы, на мой взгляд, не напрягались отношения Вашингтона с Зеленским, все равно для Вашингтона победа Путина, дальнейшее продвижение РФ войск на ключевых направлениях, уничтожение Харькова и так далее, это неприемлемо, опять же, независимо от состава украинской власти, поэтому, собственно, эти разрешения были даны. В противном случае ситуация для Украины существенно ухудшилась, и западные партнеры не могли и не должны были этого допустить. Смотри, я не знаю насчет Крымского моста, это, ну, во-первых, Бельбек – это Крым, поэтому тут нет никакой новости. Удары по Крыму дозволялись и раньше. Что касается ударов по мосту, то, насколько я понимаю, до сих пор американцы не разрешали их наносить. Именно поэтому, собственно, удары наносились вокруг, что тоже вполне логично, потому что вы не можете бить по мосту, не выкосив сначала ПВО вокруг. То есть все равно все эти удары создавали впечатление, что как бы вот они потихонечку подбираются к мосту, но отмашки от американцев… Все эти удары, так иначе, одна из важнейших их психологических составляющих, ровно как и результатов, это демонстрация недостаточной эффективности российских средств ПВО. Даже самых мощных, сконцентрированных вокруг святая святых, объектов типа резиденции Путина и так далее. Именно поэтому это в пиаре не нуждается, это нуждается во внутренней оценке всеми участниками противостояния. Так вот, параллельно случилась еще вторая вещь, на которую почему-то не так много обратили внимание. И даже, что меня удивляется, МИД российский не так бился, что с ним обычно редко бывает. А это прилет двух украинских беспилотников по системе раннего обнаружения, российского ядерного обнаружения, собственно, как я понимаю, тоже в ответ на ядерный шантаж Путина. И когда я впервые об этом услышала, у меня было полное ощущение, что это что-то вроде вот самодеятельности президента Зеленского, потому что, ну, как раз это Соливан запретил бить по НПЗ, и, вот, простите, Блинкен запретил бить по НПЗ, и тут прилетело, значит, по системе раннего обнаружения. Но, сейчас мое мнение другое, мне кажется, что скорее это действительно, это ответ на ядерный шантаж Путина, это то, что разрешили сделать самим информацией. Это случилось еще две недели назад, еще это станции Воронеж, Краснодарский край, не так ли, да? И, конечно, это демонстрация того, что всякому шантажу и блефу есть предел, и что если Владимир Путин хочет повышать ставки, чем он и занимается, опять же, возвращаю зрителей к своей программе Путина чудовище где-то два месяца назад, на канале Белковский где-то два месяца назад об этом шла речь, как он будет повышать ставки, и какой возможен обмен ударами между РФ и НАТО, и на что Путин рассчитывает в этом смысле, в том числе и на дефицит солидарности стран НАТО, и на то, что нынешняя архитектура Североатлантического альянса недостаточно эффективна может быть для отражения, США показывают, что нет, ну хорошо, мы тоже что-то умеем, повышать ставки не обязательно в риторической плоскости, их можно повышать и на земле, именно поэтому российский МИД так и не бился, потому что Кремль не хотел привлекать к этому внимания, и привлекали внимание к этому не только люди, которые сейчас находятся в статусе фриков и маргиналов по отношению к Кремлю, хотя и в Кремлевской обойне, типа сенатора от Запорожской области, то есть от региона другой страны, Дмитрия Рогозина, который ужасно, так сказать, разорялся и кричал, что вот, а где же красные линии, сколько их уже перешли, и не вспомнят ли они о том, что они существуют. Да, поэтому смысл этой акции абсолютно ясен. Ну, а между прочим, потому что действительно в советской ядерной доктрине атака станций раннего обнаружения, это ослепление противника, это, ну, просто вот, реально повод для ядерной войны. Удобно, но, собственно, как мы с тобой говорили, с 1962 года, с Карибского кризиса, в мире существовала уверенность, что ядерной войны в принципе не может быть. Путин считал, что вот такая уверенность была одной из предпосылок поражения Советского Союза в холодной войне, поэтому такую уверенность сейчас для Запада допустить нельзя, поэтому он и сам постоянно подогревает какие-то страсти-мордасти, типа напоминает странам Евросоюза, что у них там территория маленькая, а плотность населения большая, ну, и выпуская таких традиционных агрессивных клоунов, типа Дмитрия Анатольевича Медведева, который говорит буквально такими словами, что вот если Запад думает, что точно не применим ядерное оружие, то вот пусть он так не думает, ну, но когда доходит практическую плоскость, непонятно, что происходит. Во всяком случае, я бы не не спешил утверждать, что РФ снимает с повестки дня вопрос об обмене ударами с НАТО. Но здесь многое зависит от позиции уважаемых китайских партнеров, которые хотя заинтересованы, безусловно, в белотекущей, долгоиграющей войне в Европе, но без ядерных эксцессов. Поэтому если обмен ударами будет, он будет, скорее всего, не едем. А что будет наш... Во-первых, я слышала, не знаю, потом это тоже куда-то исчезло, что якобы Зеленский и Байден должны встречаться 6 июня. Ты что-нибудь об этом слышал? В Нормандии? На высадке? Ну, если они оба там окажутся, то, конечно. В том числе, они оба приглашены на 80-летие выставки союзников в Нормандии, а Владимир Владимирович Путин, как мы знаем, не приглашен. Хотя это день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Помимо того, собственно, сама выставка союзников Нормандии в этот день, мне кажется, была приурочена к этому светлому дню. А Путин отправится праздновать день рождения Пушкина. Ну, вот будем смотреть этот такой маленький инсайт и маленькая наколка, что будет эта встреча, что будет на швейцарской конференции. Я понимаю, что мы этот вопрос уже и неделю назад обсуждали, но просто вводные каждую неделю меняются. А поскольку событие это большое, все-таки как-никак собирались первоначальный план Зеленского, знаешь, был такой Версальский договор, который должны были подписать 160 стран, правда, не совсем понятно, каким образом потом на нем должна была появиться подпись России. А вот как оно сейчас развивается за эту неделю? Сейчас, мне кажется, повестка уже определена. Именно поэтому Соединенные Штаты повысили уровень своего представительства с Джейка Салливана до вице-президента Камалы Хайрис. Это три пункта из девяти плана Зеленского, как мы уже говорили. Это ядерная безопасность, продовольственная безопасность и обмен пленными всех на всех. То есть фактически это судьба Запорожской АЭС, судьба Черноморского коридора, в том числе для вывоза зерна и обмен пленными, все понятно. И, как уже практически обраблено, цель конференции в Бюргенштоке это подготовка к следующей конференции с участием России. В Саудовской Аравии. Да, причем сама Саудовская Аравия сказала, что она в Бюргенштоке не поедет. Будет ли там конференция или нет, не ясно. Это не подтверждено официально ни одной из сторон. Ходят слухи, что она может состояться в Саудовской Аравии в октябре. Но, собственно, по итогам Бюргенштока должна быть сформирована первичная повестка этой следующей конференции, в которой, типа, должна уже принимать участие Российской Федерации. Вот если это будет сделано, то значит конференция состоялась, но, конечно, это никакое мероприятие. Это не такое мероприятие, которое ведет к формулированию внятных и полноформатных условий мира в Украине и в Европе вообще. Но вот это и есть те самые консультации, о которых мы говорим. Си, Байден, Путин, примкнувшим к ним Макрон. Да, и, естественно, Эрдоган, который был одним из главных. А в Бюргенштоке происходит за пределами каких-то ни было конференций. А в Бюргенштоке, поскольку большинство стран так называемого глобального юга будут представлены делегациями невысокого уровня, то я не думаю, что будет какой-то в этом смысле прорыв. То есть цель Бюргенштока сформировать оферту для Российской Федерации и тех сил и стран, которые условно ее поддерживают в определенных вопросах, включая, главным образом, конечно, Китайскую Народную Республику, зависимость от которой РФ серьезно и быстро нарастает. Ну, хорошо. А каковы, с твоей точки зрения, сейчас желания Путина относительно войны и желания Зеленского относительно войны? Ну, желание, касательно желаний, вопрос в том, насколько они реалистичны, насколько они совпадают с текущей ситуацией. Официально Зеленский по-прежнему говорит о границах 1991 года и выводе российских войск, что, как мы понимаем, на сегодняшний день совершенно не реалистично, и поэтому с точки зрения Украины было бы правильно опять же переформулировать критерии победы. Критерии победы это сохранение, прекращение войны при сохранении контроля над более чем 80% территории, спасение украинской государственности и независимости. И, так сказать, перемирие, которое, то есть по корейскому сценарию в этом случае может рассматриваться как дееспособность. С точки зрения РФ важно перевести дух, потому что для меня очевидно, что Путин не оставит Украину в покое, пока он жив и остается у власти. Перерывы всевозможные, конечно, более чем реальны, хотя бы потому, что надо, как сказать, отпустить мобилизованных, а отпустить их можно только в условиях долгосрочного достаточно перемирия. Ротация сейчас невозможна, поэтому, собственно, мобилизованных не отпускают, и жены мобилизованных бьются по этому поводу, штурмуют Министерство обороны. Это приводит только к тому, что движение жены мобилизованных объявили и на агента в минувшую пятницу, наконец-то прервав полуторамесячный перерыв с объявлением на агентов, который никто не может внятно объяснить. И находили сатирические, конечно, слухи о том, что это связано с назначением министра обороны Андрея Белоусова, который сам вполне годится для статуса и на агента, поскольку на протяжении ряда лет получал совершенно публично американские гранты, в том числе от структур государственных или околоамериканских структур государственных или около государственных. Это когда и за что? Ну вот его центр, который сокращенно называется ЦМАКП. Как и шифроваться, это ЦМАКП, я сейчас не помню, и глава не резиновая, и не хочется об этом думать. Вот ЦМАКП, который Белоусов возглавлял до прихода на пост заместителя министра экономического развития, при Лире Сахибзад Нинабиулиной, когда она была министром, он, это был центр, который обслуживал правительство, при этом получал уже официально абсолютно легальные и прозрачные американские гранды, в том числе от USAID и всяких прочих таких структур. Все это отражено в публичной отчетности, поэтому он вполне зенит на иногента. Можно, конечно, сказать, что это было до 2013 года, когда был принят закон и бы на агентах, а он обратной силы не имеет. Но, конечно, если речь не о Белоусове, о каком-нибудь оппозиционере-диссиденте, то вся эта обратная сила никого бы не волновала и на агентом бы обгибли. Но не его, разумеется. Но зато он, с точки зрения критериев закона, и на агент в чистом виде, при том, что 90% российских на агентов никакими иноагентами не являются с точки зрения закона. Это просто люди, которые не нравятся Крымлю. Ну, вот они объявляются иноагентами, независимо от того, получали ли они когда-нибудь иностранное финансирование или нет, а если получали, то на какие цели. В законе же сказано, что на политические цели связаны с борьбой за властью нельзя получать, благотворить натипом можно, но это уже не важно. Совершенно. Но, как, опять же, мы говорили об этом, что по классификации известного немецкого психиатра Карла Леонгарда Путин это застревающий характер, если он застревает всеми, он не может из нее выйти. Он не может выйти из украинской темы. По-прежнему, для него предпочтительным является сценарий, остается сценарий приведения к власти в Киеве пророссийского правительства. В этом смысле его вполне устраивает нынешний грузинский сценарий. Он очень доволен Бедзина Григорьевича Мавинишвеля и всей трансформацией грузинской власти и политического эстеблишмента с тех пор. Заметим, кстати, что после принятия с большими боями грузинской версии закона Ибанагента Грузия уже пришла к закону о запрете ЛГБТ-пропаганды. То есть она полностью идет и в этом направлении РФ путем. И день 17 мая, который день борьбы с гомофобией и трансфобией, во всем мире будет объемен Грузии, конечно, днем семьи или чем-то таким со священной семейных ценностей или чем-то таким. Вот что-то подобное тому, что есть сегодня в Тбилиси, Путин хотел увидеть и в Киеве. Он исходит с предположением, что по мере того, как Украина будет обескровлена войной, как будет нарастать усталость этим всем, в общем, значительная часть украинского народа и лиц склонятся к такому сценарию, к которому пришла Грузия, поскольку Бедзина и Ванишвили, его соратники, а среди них немало молодых людей, весьма пришли к нему, потому что все равно своя рубашка ближе к телу, Россия близко и, так сказать, обеспечивать некую политическую, экономическую, военную стабильность лучше в режиме тесной связи с Москвой, а не перманентного с ней конфликта. Вот на это Путин, Путин на это надеется, и перерыв в войне, вернее, не перерыв, в войне, война не закончится никогда, пока он у власти. В общем, не закончится небольшая четвертая мировая война, которую он ведет с США и евроатлантическим миром по поводу принципов миропорядка, ни война с Украиной тоже не закончится, возможно, только перерыв. И независимо от длительности этого перерыва будут продолжаться интриги, то есть самая по себе гибридная война, как формат четвертой мировой, будет продолжена в тех или иных формах. Так, у меня несколько просто маленьких комментариев из чата. Во-первых, тут зарождается просто на моих глазах теория заговора, которая гласит, что кошка Дуся, о которой иногда часто у нас тут бывало, что с ней, как с Кейт Миндлтон, случилось несчастье. Я не знаю насчет Кейт Миндлтон, но кошка Дуся совершенно точно жива и здорова. Я даже, если кто-то слушает, прошу попытаться ее принести, чтобы развеять слухи. Но, может быть, это будет двойник кошки Дуся. Кроме этого, спрашивают меня при сенале встречи с Вахштайном. Я вот объявляю, что у нас будет два гигантских, больших, очень подробных и просто необыкновенных, на мой взгляд, видео беседы на канале. Одна, я надеюсь, что с Евгением Чичваркиным мы выставим завтра, а в воскресенье мы выставим беседу, домонтируем ее, доделаем с Виктором Вахштайном. Это абсолютно поразительные, вот, просто, на мой взгляд, беседы. А тебе вопрос. Елена спрашивает, пани Юлия, очень интересно ваше мнение. Мнение пана Станислава, околеблющейся относительно Украины позиций Трампа, мне скоро голосовать. Флорида, Рока, Батон. Что ты скажешь, пани Юлия? Пани Юлия, скажу следующее. Дональд Трамп типичная демонстративная личность, он шоумен и по специальности, и по призванию, и он не может иметь никакой долгосрочной линии. У него нет стратегии по Украине, что бы он ни говорил. Поэтому он сегодня может говорить одно, завтра другое. Когда он говорит, что он за один день прекратит войну в Украине, он ничего конкретного не имеет в виду. Вот когда он станет президентом так давно, и будет об этом думать. По принципу, об этом я подумаю завтра. Сейчас его гораздо больше, разумеется, волнует ситуация с его уголовными делами, а также и с уголовными делами Хантера Байдена, скандал вокруг которого может равновесить скандал вокруг Трампа. Его волнует, насколько вердикт присяжных, признавших его виновными по 34 пунктам обвинения, повлияет на его рейтинге, пока влияет неблагоприятно, хотя не драматически. То есть впервые сейчас за долгое время Трамп... Ну, сейчас Трамп начал проигрывать Байдена 2% в результате. До недавнего времени он обходил ненамного Трампа вопросов. При этом примерно 10% республиканского электората сказали, что они не проголосуют за Трампа из-за этого вердикта. Как это повлияет на мобилизацию дополнительного электората, в том числе электората нейтрального, ни республиканского, демократического, пока не ясно. И говорить об этом раньше сентября как минимум преждевременно. Во всем случае к какому-то полному перевороту в предвыборной ситуации этот эрдикт присяжных не приводит. Посмотрим еще, какое будет решение суда 11 июля, то есть не отправится ли Трамп за решетку, вряд ли, думаю, вероятность этого минимальная, или не будет приговорен к общественным работам, и не будет ли он внести там Парклейн, улицу, тротуары, там, где он обещал расстреливать людей, говоря о том, что это никак не приведет к падению его рейтинга, и отчасти был прав, потому что за него голосуют люди, для которых неприемлем Вашингтонский истеблишмент, и в этом смысле всякие эксцентричные выходки Трампу скорее прощаются, чем нет. Его истеблишментарным оппонентам они бы, конечно, не прощались. Но не надо думать, что его у Трампа искать стратегии в Украине, ее нет. Она будет формироваться, если он выиграет выбор. У Байдена есть стратегия в Украине? У Байдена, конечно, не допустить победы РФ, не допустить поражения РФ, избежать глобального ядерного конфликта. А ты по стратегии он следует достаточно последовательно. Тогда скажи, правильно я понимаю, что вот была серия заявлений президента Зеленского, которые, ну, в общем, выглядели достаточно отчаянными. То он требовал от Байдена если приехать на форум, то он говорил, что Байден чуть ли не предал Украину, то, значит, даже после того, как было разрешено стрелять по 30-километровой зоне, он в Сингапуре сказал мало-мало, и начал это пояснять. А это следствие этой стратегии, или это еще какие-то превходящие вещи? Ты сказал, что у президента Зеленского тоже сложности с президентом Байден. Ну, разумеется, это, ну, во-первых, это все существует давно. И стратегия США в отношении Украины, она ясна уже около года. так сказать, и нарастающие срождества в отношениях Вашингтона и Киева. Это минимум полгода. За это время, кстати, прошло не только плохое, но и хорошее. В конце концов, Конгресс же принял этот акт о помощи Украине. Так сказать, еще не задолго до его принятия, в этом были известные сомнения, но в последний момент как раз изменились позиции Дональда Трампа в пользу Украины, спикеры, представители Мейка Джонсона, и все стало далеко не так плохо. Но, конечно, у Вадима Зеленского накапливается усталость. Усталость от войны, усталость от неудач 2023 года, от провального контрнаступления, разумеется, которое было слишком сильно разрекламировано, и уже поэтому его неуспех стал болезненным в войне. Накапливается усталость от собственной миссии, роли, от того, что, сказать, инициатива на фронтах сейчас принадлежит Российской Федерации, пусть, опять же, это не привозит к стратегическим последствиям, но это все же негатив, а не позитив, от того, что нарастает усталость в самом украинском обществе, она передается Зеленскому, и что тот же Харьков, который сейчас страдает под российскими обстрелами, в нем нет уже, так сказать, этой вот идеи стоять до конца любой ценой, как два года назад. Сейчас, скорее, усталость выходит на передние планы. Разумеется, это сказывается и на эмоциональном состоянии Зеленского, но то, больно администрации Зеленского было ясно уже и полгода назад, но в частности проявился во время недавнего визита Энтони Блинкина в Киев, о котором ходило много разных слухов и были разнообразные утечки, но в конце концов они оформились в совершенно внятные сообщения в открытых источниках лица Вашингтон-Пост и Financial Times. Мне кажется, это обсуждали в прошлый раз, что Вашингтон недоволен. Нет, мы не обсуждали, поэтому, поэтому, если можно, как раз, это важно, поэтому, если можно, я думаю, что может быть, недоволен ей уровнем коррупции в Украине, который остается достаточно высоким. Часто обсуждался вопрос о том, сколько было украдено на полуфейковом строительстве фортификационных сооружений в Хайковской и Николаевской областях. Не только с этим, разумеется. Были вопросы относительно того, что из украинской власти удаляют людей, которые нравятся Америке, которые общаются напрямую с послом США в Киеве Бриджет Бринк, типа министра инфраструктуры Кубракова, что, в принципе, администрация Зеленского становится все более закрытой и, так сказать, не готова к абсолютно откровенному диалогу со старшим партнером. И это в ситуации, когда военная зависимость Украины от США нарастает, а не снижается. И не только в смысле вооружения и боеприпасов, но и в смысле самого ценного разведывает информацию. Также понятно, что проблему мобилизации Украине решить не удалось. А эту проблему, кроме и вместо украинской власти, никто решить не мог. Да, это создает определенную напряженность. Ничего, опять же, качественного, напряженности нет, и это не значит, что США сдают Украину. Но для Владимира Зеленского, для которого 2022 год прошел под знаменем большого триумфа и превращения в его нового Черчилля, а последующий период времени был уже не таким успешным, конечно, это травматичная ситуация. Это такая большая накопленная травма. Кстати, в книге Саймона Шустера «Шермен» о Зеленском там есть много интересных, привлекающих особое внимание эпизоды. Но один из них, когда зашел в разговор о том, считает ли себя Зеленский современным Черчиллем, Зеленский сказал, что скорее он считал бы, с большим удовольствием считал бы себя современным Чарли Чаппином, чья функция показать, как смехотворен великий диктатор, угрожающий всему миру. То есть по-прежнему роль и функция шоумена для Владимира Зеленского важнее функции политика и государственного деятеля. И, конечно, в этой ситуации он эмоционально и психологически более уязвим. Он должен постоянно выходить на сцену и получать вал аплодисментов. Жить без этого вала аплодисментов ему сложно. И когда этот вал аплодисментов сменяется отдельными уважительными хлопками, конечно, ему становится тяжелее контролировать себя и ситуацию вокруг себя. Ну, смотри, вот с Израилем случилась проблема с валом аплодисментов, потому что Зеленский был в Сингапуре и сказал, что на территории Газа, цитирую, гуманитарный кризис, надо гуманитарно помогать Газе, надо уважать международное право. Украина признает два государства Израиля и Палестину и сделает все, чтобы Израиль остановился. Ни слова не было произнесено о заложниках, тем более, что это все выглядело странно, учитывая, что президент Зеленский первым делом с 7 октября сказал, что с 7 октября стоит Путин, что, кстати, мягко говоря, выглядело, как бы это сказать, некоторым преувеличением и попыткой перетянуть одеяло на себя. И вот уже, видимо, Путин больше не стоит за Хамасом. Оказывается, бедная Газа. Как я понимаю, весь Израиль, ну, если не весь Израиль, то русскоязычная часть Израиля просто реально на ушах. У них сейчас такое же ощущение, знаешь, как у российской, российских эмигрантов и российской оппозиции, когда им Зеленский сказал, что вам надо возвращаться домой и свергать Путина. Ну, здесь, как и дело, удивительного я не вижу. Владимир Александрович Зеленский тогда, 7 октября, пытался воспользоваться моментом, поскольку он был обескуражен тем, что в связи с началом войны Хамаса против Израиля уровень международного внимания к Украине проблематики снижается и снижается порой существенно. Поэтому он хотел тогда приехать в Израиль, выразить солидарность с Израилем и тем самым нивелировать как-то и компенсировать эту частичную потерю внимания. Это не удалось. Израиль его не принял. И поэтому, как с сегодняшней позиции, она для Зеленского вполне взвешена и сбалансирована. Во-первых, есть с точки зрения США и Евросоюза, согласно о двух государствах, о том, что палестинское государство должно быть собственным. Больше того, смею тебя уверить, что премьер-министр Биби Нетаньягу и рационально мыслящая часть его кабинета считают точно так же, хотя официально сегодня могут декларировать ровно обратно. Поэтому Биби может публично заявлять, что пока он жив, он не допустит создания палестинского государства. В это время его же спецпредставитель Рон Дернера, министр стратегического планирования Израиля, неформальный министр иностранных дел, приезжает в Вашингтон и ведет переговоры именно об условиях признания палестинского государства. Я что-то не случится там в ближайшие месяцы и возможно даже годы, но этот курс не будет отменен, как и курс на дальнейшее примирение Израиля с монархами Персидского залива, в первую очередь Саудовской Аравии, во всем этом примирении создание палестинского государства это совершенно неотменимый пункт. Итак, Зеленский не получил в свое время от Израиля должной поддержки последовательно. Израиль не присоединился с санкцием против РФ. Позиции израильских элит и обоих правительств и бывшего правительства Нафтали Беннета и Эры Лапиды, которые находились у власти во время начала, в начале спецоперации и Биби Нитаньяру, который вернулся к власти в конце 2022 года, они, в общем, были половинчатыми и израильцы пытались сеять на двух стульях. В данном случае на американском стуле поддержки Украины и на стуле своих особых отношений с РФ в том числе по проблематике безопасности в Сирии. Даже несмотря на то, что Владимир Путин явно поддержал Хамас 7 октября и был рад и счастлив, что это нападение свершилось. Ну, во многом, опять же, потому что он отвлекло внимание от Украины и увеличивал количество проблем Соединенных Штатов Америки, что является отдельной самостоятельной задачей Четвертой мировой войны с точки зрения Путина. Взломать миропорядок, о чем больше конфликтов, которые Америка не смогла упредить и предупредить, тем больше уровень взлома и слома миропорядок. Даже несмотря на это, Израиль не занял жесткой позиции в отношениях Российской Федерации. Опять же, не согласовал визит Зеленского тогда, осенью прошлого года и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, у Зеленского нет каких-то гипероснований для большой солидарности с Израилем. Поэтому следует форматоре официальных позиций своих западных партнеров, западных элитов. Тут упрекать, критиковать его за это я бы не стал. Замечательный заголовок Sky News. У меня есть несколько еще других интересных вопросов про Россию, но один заголовок меня потряс. Заголовок был такой. Полицейский, которого ударили ножом во время правой демонстрации, умер. Напоминаю, что полицейский умер при следующих обстоятельствах. Можно подумать, что его ударили ножом правые демонстранты. Так его, напоминаю, что на правых демонстрантов напал исламист, причем сейчас уже известно, что там, как всегда, 8 лет его должны были депортировать, вместо этого его не депортировали, он там оброс весь бородой, много-много лет постил всякие исламистские призывы в интернете, напал, соответственно, на демонстрантов, и просто картинка попала во все медиа, при которой полицейские бросились задерживать демонстрантов, на которых напал исламист с ножом, после чего тот самый исламист с ножом, когда его противника, который пытался его обезвредить, повалили на землю, садил нож в шею полицейскому, а полицейский умер. Очень характерная картинка, понятно, что там все сложнее, но картинка безумно характерная, и мне кажется, безумно характерная заголовок Sky News. Оказывается, все это случилось во время правой демонстрации, вот они кто виноваты, исламофобы. Твои? Сейчас, на мой взгляд, что ситуация с Джорджем Флойдом начинает работать против ее, организаторов двухлетней давности. Кстати, сейчас, вот на этой неделе было зафиксировано, что Джозеф Байден лишился последовательно терять поддержку американцев без высшего образования. Это для него плохой симптом. Я говорю, даже отрыв в 2%, который он сейчас имеет, отрывом это назвать нельзя, значит, преимущество перед Дональдом Трампом, который имеет 2%, это значительно меньше, чем было в 2020 году, по состоянию, вот на первую неделю июня, тогда было 6%, сейчас 2%. Но, что касается позиции медиакратии, медиарелит, далеко не всех, но их значительные части, то примерно она соответствует сценарию российских выборов 1996 года или украинских выборов 2004 года, что противник является неким абсолютным злом, которому нельзя допустить к власти любой ценой. То есть, Трамп это Зюганов, российский Зюганов образца 1996 года и украинский Янукович образца 2004 года. А поэтому тут возможно любые компромиссы с правдой, реальностью и чем угодно. то, что критиковала Мария Константиновна Певчер в ее культовом фильме «Предатели», это можно было бы снять сейчас фильм «Трейтерс» о том, как американские элиты предают американскую демократию, развертывая кампанию против Трампа фактически в рамках парадигмы той самой российского 1996 года. «Слушал ли ты потому что я бы даже не спрашивала, но у меня столько вопросов в интернете, слушал ли ты наш эпический батл с Портниковым и скажешь, что я избегаю темы?» Мне очень интересна твоя реакция. Как я много раз говорил и прежде, будучи гражданином Российской Федерации, я пытаюсь соблюдать некие моральные ограничения красной линии, позволяющие мне рассуждать об украинских делах. Хотя надо сказать, что сейчас в эпоху большого пессимизма по поводу того, нужна ли будет Западу Украина по окончании войны, если ее индустриальный потенциал разрушен, а значительная честь полезных ископаемых оказалась на территории оккупированной РФ. Я считаю, что при правильной постановке вопроса, а именно Украина как восточноевропейский полигон глобальных трендов, ни разрушения индустриальной инфраструктуры, ни переход значительной части полезных ископаемых под контроль РФ ничего не меняет принципиально, поскольку Украину можно начать с уля как стартап. В этом смысле крушение старой экономики это не столько минус, сколько плюс. Это я к тому, что эту концепцию я ношусь несколько лет, и независимо от паспорта у меня в кармане, я считаю ее как правильной, б я имею право морально ее озвучивать, излагать. Озвучивать глобол плохой, но иногда он у меня тоже прорывается. Поэтому в оценке вашей полемики с Виталием Портниковым, которого я много лет знаю, и к которому отношусь с симпатией, я предпочел быть максимально дипломатичным и сказать следующее. На мой взгляд, с учетом всех моральных ограничений, которые я только что для себя обозначил, я не утверждаю, что они распространяются на всех. Я противник здесь любой генерализации, я говорю только о себе. Во-первых, тут не нужно совершать ошибку и формулировать представление о настоящем и будущем любой страны, в том числе Украины, исходя из прошлого. То есть не нужно брать на вооружение методологию Владимира Владимировича Путина, который будет обсуждать, что если там 1300 лет назад что-то случилось, то сегодняшний день должен быть устроен так или иначе. В этом смысле будущее Украины не так сильно зависит от того, что там было. Во-вторых, оно определяется совершенно другим приоритетом, в том числе, мне кажется, в этом смысле концепция Восточноевропейского полигона на глобальных трендах она вполне эффективна и продуктивна. Она никак не предполагает оценку того, что было при Российской империи в Советском Союзе или на палеолитах. Она предполагает исходить из того, что есть сейчас. Из тех ресурсов, которые сейчас, в том числе, человеческого ресурса, который, кстати, отчасти, и не от такой уж маленькой части для Украины является русскоязычным. И мне кажется, что пик отторжения русского языка в Украине тоже пройден за этот период войны. Это не значит, что отторжение исчезло или минимизировано, но все-таки пик его позади. Дальше. Российская империя, как и Советский Союз, не были государствами русского народа. Как русский народ не был государство, образующим этносом ни там, ни там. Российская империя была государством Гольштейна Готорбской династии, опиравшись также на подчиненные религиозные институты, а не отдельные и самостоятельные. Советский Союз был государством религии и коммунизма. В этом смысле русские были таким же угнетаемым этносом, как и украинцы, и русский национализм был ничуть не менее страшен для правителей и там, и там, чем украинский. Здесь, естественно, я должен оговориться, что к концу Романовской империи русский национализм стал выходить на поверхность при Александре III, а потом Николая II, и это сыграло в судьбе империи негативную роль, поскольку ее концепция вовсе не предполагала никакого русского национализма, он был для нее деструктивной силой, как и для Советской империи, как и для империи Владимира Путина, который совершенно не является русской. И не случайно, когда Путин говорил, что он видит главную опасность в русском национализме, он совершенно не лукавил. А когда говорил, что он сам русский националист, то это он так в исущем манере и грубовато шутил. Поэтому все, что мы имеем в виду под российским империализмом и угнетателем, в равной степени объектами угнетения были русские и украинцы. При этом украинцы, естественно, играли определенную роль в формировании имперской элиты, особенно в близких нерелигиозных вопросах, уж во всяком случае церковь имперского периода это во многом детище украинских богословов и украинского духовенства, достаточно вспомнить, и Стефана Иворского, который был местоблесителем патриаршего престола после смерти патриарха Адриана в 1700 году и, конечно, в гораздо большей степени тоже реактора Киево-Могилянской академии на определенном этапе Феофана Прокоповича, который сыграл значительную роль в формировании и цементировании взглядов Петра I на религию и самой системы взаимоотношений государства-религии в Российской империи. И в советский период тоже это было. Это, разумеется, все не отменяет того, что Российская Федерация агрессор, а я не люблю слово жертва и комплекс жертвы, оно является объектом агрессивной войны никоим образом. Последнее, что я хотел бы сказать по этому поводу, на мой взгляд, украинский национальный проект еще не сформирован, он формируется, и, собственно, война является высшей последней стадией формирования этого национального проекта. Украина будет такой, как она выйдет из этой войны. И эта идентичность, приобретенная Украиной и украинским народом в результате войны, она не будет соответствовать ни одному типу идентичности, который с самого когда бы то ни было прежде, как в составе империи, так и за ее предел. Заметьте, я не хочу говорить, кто из вас был прав, кто не прав, и в чем, потому что именно по обозначенному априори причине я хотел бы этого избежать. Я делаю в том, что просто люди, которые, ну, я не знаю, активисты, боты, они же всегда недовольны, я, кстати, совершенно не понимаю, почему люди, которые так недовольны латыниной, упорно приходят на канал есть кактус. Но это ладно, может быть... Это совершенно нормальная вещь, как хейтер, это то же самое, что и фанат. Любовь и ненависть это одно и то же по модулю, а им общий антоним и альтернатива равнодушия. Хейтер также неравнодушен к тебе, как и фанат. Еще не и перевербовать хейтера, превратить его в фаната, как и наоборот, разочаровать фаната и сделать его хейтером гораздо-гораздо проще, чем завербовать себе равнодушного в любом качестве. Да ты понимаешь, Уэн-Уэн, если я не спрошу, то мне скажут, а, латынина за, так сказать, за трусит, она знает, что эта рыжая мочалка, имперская фсбшная консерва, проиграла блестящему интеллектуалу в Портникову и боится даже упоминать об этом. А если я спрошу, то напишут, а эта рыжая консерва, мочалка, консерва фсб, давайте соберем для нее на дрон, она проиграла Портникову и она пытается отчаянно отмазываться от того, и схлестал по щекам. Вот там, там две методички. Методички, потому что часть хейтеров, ну, собственно, сама логика хейтера стоит в том, чтобы в любом случае объявить себя идиотом, независимо от фактической стороны вопроса, поэтому вникать в логику хейтера смысла никакого нет. Я лично всегда рад хейтерам, еще и потому, что я говорю, что из хейтеров появляются очень хорошие фанаты консерируются со временем. Главное, что это люди, которые интересуются тобой, интересуются искренне. От любви до ненависти один шаг, несмотря на всю банальность этого утверждения, оно абсолютно истинно по принципу банальности Белковского, который гласит, что банальность плоха всем, кроме одного, она практически всегда верна. Бедные хейтеры не понимают, что у меня выучка со времен пригожинских троллей, которые, как вы понимаете, там машину жгли и дом каком-нибудь говном заливали и тормоза подрезали, так что, значит, по сравнению со всей этой мелочью, это как-то, ну, скажем так, не очень производит впечатление. А возвращаясь к нашим баранам, за что Турчака сослали на Алтай? Ну, вообще, говоря, Алтай, это очень важное для Владимира Путина место. Сакральное. Да. Безусловно, Андрей Турчак мог бы стать в свое время губернатором Петербурга, но здесь с ним сыграл, видимо, злую шутку сближения с Евгением Викторовичем Пригожим. Ну, это сближение, надо сказать, происходило тогда, когда Пригожим был абсолютно легитимен, он вовсе не был врагом Путина или даже жестким критиком военного руководства. Поэтому Турчак не виноват. Он воспринимал Пригожина как совершенно нормальную часть путинской системы власти, с которой сближаться можно. Просто потом задним числом, естественно, это уже ничего не объяснишь, что предавать Пригожина надо было раньше. Надо было все предвидеть, а никто ничего не предвидел. Но дело в том, что если рассматривать ситуацию в контексте грядущей войны Российской Федерации, США и НАТО, и в том числе обмена какими-нибудь ударами, не обязательно ядерными, то в условиях, когда вот эти испытательные удары 30-летней давности американскими атакам по отдельным целям в РФ показали неполную состоятельность российской системы ПВО, то центр физической активности Владимира Путина может смещаться глубоко и далеко на восток, за Урал. Путин и так любит Республику Алтай, условно, там находится его резиденция Алтайское подворье номинальная, это вип-дача Газпрома, тоже с бункером совсем. Которая горела. Да, нет, там сгорело одно здание, но только замечательно, вместо старого будет новое, еще гораздо лучше, ультрасовременное. И если, надо заметить, что вообще проницательные инвесторы, которые знают позицию Владимира Путина, в последнее время стали проявлять к Алтаю повышенный интерес, вот, например, Сбербанк отгрохал там фешенебельный горнолыжный курорт Монжиро. Надо сказать, что те места действительно сказочные, в 99-м году была, в 1999-м, со мной смешная история, я поехал как раз в республику Алтай, тогда горный Алтай, для того, чтобы узнавать, может ли там баллотироваться в депутаты Государственной Думы Бориса Абрамовича Березовского. У Бориса Абрамовича было несколько вариантов, где баллотироваться, один из них был Горный Алтай. Потом он все-таки сделал выбор в пользу Кавказа, разумеется, который был для него гораздо более органичен, баллотировался в Карачаево-Черкесии и стал депутатом, разумеется. Но я вот ездил выяснять позицию местных элит на тему, а что если Борис Абрамович будет баллотироваться в Горном Алтае, какие у него шансы победить. Вернулся оттуда, естественно, с четким пониманием, что шансы стопроцентные, даже независимо от объема вложений, поскольку для богом забытого тогда Горного Алтая тот факт, что одна из ключевых фигур федеральной политики будет баллотироваться, это очень круто. И все, конечно, проголосуют за этого. За этого человека из телевизора, независимо от того, хороший он или плохой. И к тому же евреи, а евреи же это умное что-то такое, по идее, кто же должен быть депутатом, как не еврей. Но моя активность практических плодов не имела, по уже обозначенным выше причинам, Березовский предпочел Кавказ. Но я посмотрел Горный Алтай, хорошо, это действительно сказочно показать те места, хотя ничего похожего на современную инфраструктуру там тогда не было. Часто там целые эти комплексы, пятизвездочные отели. Не стал бы Сбербанк их строить, если бы он не считал, что это там, не важно, будет ли там вал туристов или нет, а важно, что это нужно Владимиру Владимировичу Путину для чего-то. Раз нужно, то можно построить и убыточные пятизвездочные отели. Пусть стоят. Убытки будут компенсированы каким-то другим образом. И поэтому, так сказать, как раз очень хорошо удалиться от превратностей большой войны с Соединенными Штатами туда, куда ракеты не долетают и где близко уважаемые китайские партнеры. И туда нужно строить какой-то еще очередной транспортный коридор через Монголию, он тоже будет происходить через Алтай. К тому же почти наверняка состоится объединение, ну не почти наверняка, я погорячился, с немалой вероятностью состоится объединение Республики Алтай с Алтайским краем, поскольку в два алтайских региона и Турчак может возглавить объединенный регион. К тому же, кстати, в Республике Алтай есть населенный пункт поселка городского типа, называющийся Турочак. Все будут смеяться. Турочак. Это районный центр. И мне кажется, что если Республика Алтай объединится с Алтайским краем, то было бы резонно сделать административный центр этого единого субъекта федерации как раз в Турочаке в честь губернатора. Ну и, кроме того, это ведь странное совпадение, что когда Владимир Владимирович Путин возлюбил больше всего свою резиденцию на Валдае, которая называется Долгие Бороды, Андрей Турчак стал губернатором Псковской области. То есть там недалеко. Когда Владимир Владимирович стал проявлять большой интерес к Алтайской резиденции, там как уникальный климат, это там слияние двух рек, и там какой-то совершенно климат нечеловеческий. То есть там очень ранние теплые весна, начинающиеся в марте, золотая осень, там бабье лето заканчивается в ноябре, зимой и нет снега. В общем, тот климат, который Владимир Владимирович очень-очень мил и хорош для его здоровья, и, так сказать, и панты, ванны из пантов морала, все как полагается. Вот. Поэтому, если бы туда будет смещаться эпицентр повседневной активности Путина, то с ним же переедет и часть двора какая-то, подобно тому, как он начал огруппироваться на Валдаре, или подобно тому, как, когда Дмитрий Анатольевич Медведев вдруг неожиданно решил, что он должен поселиться в Плесе немедленно. Значит, многие российские элитарии начали скупать медвежность в Плесе. Это был гениальный проект тогдашнего губернатора Ивановской области Михаила Александровича Мене. Абсолютно правильно. И поэтому Алтай это, так сказать, место силы с точки зрения интересов позднего Путина, и поэтому я бы не стал расценивать это как однозначную опалу и ссылку Турчака. Хотя, разумеется, для него пост губернатора Петербурга был бы гораздо привлекательнее, но вот пока не складывалось. К тому же он покидает пост секретарь Агентсовета Единой России, и, видимо, это место займет господин Якушев, бывший мэр Тюмени, ныне полпредпрезидент в райском федеральном округе, который всегда считался человеком, как бы выдвиженцем клана Сергея Семеновича Собянина. Означает ли это усиление Собянина в Единой России, я пока точно сказать не могу. Ну, короче говоря, это действительно замечательный тезис о том, что если Путин строит дет-резиденцию, то это тут же способствует развитию данного края. Ну, это далеко, это близко к китайскому начальству и далеко от американских ракет. Как же. Все совершенно логично. А Балдай близко, поэтому с ними придется расставаться. Тут же еще военнослуживание. Как? Вмечается военнослуживание. Ну, как. Да ну, как у Петра Первого. Да, ну, нет, тут же, с одной стороны, шведские спецсужбы и военные уже взглядели, что они не в восторге от возможностей российского вторжения на остров Готланд. Тут, кстати, вот в нашем проекте киноагент с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко мы вспоминали фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение». Его последний фильм, где прямо содержится правоучество об этом. Там действие происходит на острове Готланд и начинается прямо ядерная война. Президент Латвии говорит о том, что если Россию полностью запереть в Балтийском море, то может начаться большая война и мы, конечно, возможно, так делать не будем. Но это вот сюжет по поводу того, превратится Балтийское море окончательно во внутренний в доем НАТО или нет и будет ли РФ прилагать какие-то военные, в том числе гибридно-военные усилия к тому, чтобы этого не было. Это отдельный вопрос. В общем, все эти резиденции на Валдае они в зоне особой опасности. А Алтай далеко и в тишине. Испанта меморал. Ты будешь смеяться? Дело в том, что я была на Алтай после тебя. И там было много замечательного. В частности, мне рассказывали местные шаманы. Видно, как хорошо Алтай за время его присутствия там и после. Путин летал на вертолете и положил палец на нашу землю. Но больше всех меня потряс местный бизнесмен, который мне рассказал, что Алтай это центр земли и вот скоро будет наводнение и землетрясение, Америка рухнет, а Алтай останется. А я спросила, а почему? Он сказал, ну вот это все знают, что нам святые в церкви рассказывают. И вот я подумала, что может быть Путин тоже это как-то услышал. Это замечательное. Да, я думаю, что для Путина Алтай это очень важное место. И поэтому пусть не торопятся те, кто объявляет ныне назначение Турчака опалы изгнанием, делать воспешные выводы. А Турчак заступает на сакральное для Владимировича Путина место. Да, и там же панты моралов. Может быть, ты об этом парочку скажешь? Да, конечно, я об этом говорил. Конечно, банный испантов моралов все такое. Это все было овеяно Сергеем Кужегетовичем Шойгу, сейчас Сергеем Кужегетовичем это уже не так овеяно. Но сам статус Алтай как уникальная экологическая территория и все прочее никуда не делается. И вот для меня доказательство это Манджарок имени германовской Чигуреты, который не стал. Это совершенно фишенебельный курорт, который я там не был, но мне рассказывали очевидцы, которые, конечно, не стали бы строить, если бы ничего-то не знали о том, что это надо делать и что Путин близко, что это нравится Путину и он там будет и будет проводить время и все это надо обязательно нужно вкладываться в горный Алтай и Алтай в целом. Но Евтушенков там гигантский комплекс построил. Этого я даже не знаю, но это только дополнительные доказательства моей теории. Слушай, мы все-таки с тобой, у нас осталось очень мало времени, но все-таки я тебе хочу вернуться к Трампу и к суду над ним, потому что что ты в конце концов скажешь именно про суд над Трампом, тем более, что сейчас намечается еще и суд над Хантером Байденом. Этых всех так сказал, как сказал один Байден. Тут с Трампом мы уже обсудили, это наносит ему определенный ущерб, но не фатальный. То есть это не станет ключевым фактором его победы или поражения. Что касается процесс над Хантером Байден, надо смотреть на ход процесса, насколько он будет скандальный. Трамп, кстати, не имеет права себя помиловать, это может делать только губернатор штата в случае избрания, это может делать только губернатор штата Нью-Йорк, и вполне возможно, если это будет демократический губернатор, а пока это так, он Трампа не помилует, и тогда Трамп лишится возможности въезжать в ряд стран, которые запрещают въезд уголовникам, и а если он еще окажется в тюрьме, то значит, будет принимать иностранных лидеров прямо в тюрьме. Кстати, собственно, американские спецслужбы, которые отвечают за пожизненную охрану Трампа, как бывшего президента, независимо от того, победит он или нет, охрана к нему приставлена пожизненно, они уже прорабатывают сценарий, об этом официально заявлено, охрана его в тюрьме, если он там окажется, чтобы с ним и случилось что-нибудь такое, как с Джеффри Эпштейн. А Хантер Байден, ну, тут как бы неформально все ясно, но все, естественно, зависит от того, какое количество скандальных подробностей выплывет в этой истории, и уже представители Белого дома заявили, что папа Байден ни в коем случае Хантера не помилует, а выпьет всю эту койкую чашу до конца. И если процесс по Хантеру Байдену будет эмоционально более окрашен, чем трампистский, то он заместит его в сознание, и те небольшие электоральные потери, которые понес Трамп или за Сторми Дэниелс, будут компенсированы ущербом Хантера Байдена. В общем, безо всякого сомнения, это будет одна из самых нескучных президентских компаний США на нашем веку. И несмотря на это, в отличие от многих, которые считают, что вот, американская демократия докатилась, разваливается, у меня совершенно нет такого ощущения. Именно в таких сражениях появляется прочность американской демократии, которая никуда не исчезнет, несмотря на весь этот, используя формулировку Семча Горького трагические влага. Так нет, вот как раз я хочу в данном случае тоже заступиться за американскую демократию, потому что, кажется, некоторые, особенно молодые идеалистические люди, считают, что демократия это чинно, это когда, как и всех, всегда стоят и дебатируют, обращаясь исключительно на вы. Нет, как раз демократия заключается, что люди люто друг на друга в ведра грязи. Поэтому авторитарный режим гораздо легче создавать иллюзию, что у них все хорошо, чем демократически, но совершенно очевидно так. Потому что для того, чтобы демократия была стабильной, необходимо соблюдение гораздо большего количества совпадающих одновременно условий, чем стабильность автократии. Но при этом все равно демократия лучше, поскольку свои права как гражданина защищены, в том числе и принципом разделения властей, независимой судебной власти, а при автократии ты полностью игрушка в руках неразделенной власти. И хорошо, если ты это понял раньше, чем позже. Ну что, будем прощаться с нашим аудиторией, поскольку надо мне двигаться, к сожалению. Да, поскольку тебе надо двигаться, то, пожалуйста, отрекламируй свое собственное... Да, призываю подписываться всех на YouTube-канал Белковский, где только что к 48-му дню рождения Алексея Анатольевича Навального премьера очередного эпизода седаун-шоу во время Белковского, который называется «Поколение БМП» о концепции и проблематике российской оппозиции на сегодняшний день, когда она лишила самого яркого своего лидера. Я со своей стороны хочу сделать два важных анонса. Это прежде всего большую, как вот в стиле Дудя, лицом к лицом беседу с Евгением Чичваркиным, который сидит на месте кота, который вы услышите завтра, и беседу с Виктором Вахштайном, которую мы постараемся сделать, доделать к воскресенью. И на этом я тоже прощаюсь. Всего лучшего. Большое спасибо и до скорого свидания всем. Ура-ура. Делитесь ссылками и ставьте лайки. Спасибо. 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 Игорь Негода. Спасибо. Игорь Негода. Продолжение следует...